В связи с празднованием Дня военной разведки, который ежегодно отмечается 5 ноября 2014 года, школьники посетили ветерана военной разведки Пушкарева Николая Федосеевича, с тем, чтобы повстречаться, поддержать, показать, что преемственность поколений в наши дни жива, что мы ценим ветеранов, что мы уважаем их труд, тот вклад, который они внесли в развитие нашего государства. Эта встреча носит и воспитательный характер, чтобы молодые люди в непосредственном общении с теми людьми, которые строили нашу страну, могли видеть, что этот мир, в котором мы сейчас живем, он всегда требует поддержки, всегда требует какого-то труда, вклада, самопожертвования, чтобы они тоже понимали, что от них будет зависеть то будущее страны, которое мы сегодня строим, которое мы передадим им, которое они будут строить. Николай Федосеевич, можете рассказать, наверное, хотя бы, может быть, в общих чертах свой боевой служебный путь, с чего, как у вас началось ухождение в военную службу и дальнейшие какие-то основные этапы, какие бы вы хотели рассказать молодым людям. Ну, я скажу с самого начала. Родился я в глубинке Гвятки, на севере области. Жил в деревне Петухи. Было всего 30 домов. Не было электричества, не было радио, не было, соответственно, света. Жили мы с лучиной, когда ночь приходила, так сказать. Жили дружно, мирно и мало что знали. Но мне почему-то запала мысль, еще мальчишка, лет, наверное, 12-13, что я хочу быть моряком и хочу увидеть весь мир. Ну и, в общем-то, случайно попала газета, где было объявление, что Батумское морское училище в Грузии объявляет набор курсантов в возрасте 15 лет. Я как раз, а мне было уже тогда 14 лет, я год еще учился в средней школе, исполнилось 15 лет. И моя мамочка Анна Матвеевна, Слава Своей Небесной, испекла пирог и запекла туда 10 яиц. И сказала, вот, сыночек, тебе на дорогу питание, денег нету, и ты каждый раз утречком отрезай и отломай кусочек с одним яйцом. Утром кусочек в обед, кусочек вечером, один день, а трое суток. И когда, говорит, на три дня тебе хватит, хлеб и яйца. А водичку, говорит, найдешь там, продают, дают в вагоне кипяточек. Ну я, таежный парень там, стеснительный был, сел в общий вагон. Денег она мне не дала, но дала мне черные штаны, черные такие, с крышами. Вот, и пошила сама, шел солдат после войны, видимо, где-то в 45-м году, что ли, она шинель купила. И шинель шила штаны, что моряк же идет, тельняшку где-то достала. И я, значит, вот в этих штанах, в этой тельняшке, и с чемоданчиком, где вложена была конституция, арифметика, русский язык, история. Вот, с этими книжками, потому что я должен сдавать кипительный экзамен. Я приехал на Курский вокзал, вышел на Курский вокзал, и спрашиваю, ну мне сказали, Курский вокзал, я должен прибыть. Я вышел, но не знаю, куда я. Идет одна тетя, я спрашиваю, тетя, а где тут Курский вокзал? Она говорит, ну если вы не пороченок, поднимите голову, и вы увидите, вон там написан Курский вокзал. Впечатлительный подъем написал, если вы не пороченок. Сел я на этот самый поезд, шел на Курский вокзал в Батуми. Ну, сел в вагон, как и мама учила, я человек стеснительный, залезал на третью полку, отшипывал там яйцо с кусочком хлеба, кипяточку брал и жевал. А в этом же купе, ну общий вагон был, конечно, сидела одна дама. Мне было 15 лет, ей было, наверное, лет 35, может быть, 38. Она, как говорится, я туда-сюда, туда-сюда, она заклиметила ей, говорит, потом мне, сынок, сынок, говорит, а, и достала на стол, разложила, то, мед, творог, там, какие-то конфеты, что-то, фрукты, хлеб, пироги, я в жизни ничего не видел. И она говорит, я говорю, все не съем, помоги мне. Ну, я обрадовался, и она такой, да нет, мне ничего не надо. Но зато более с половиной суток она меня кормила. Пирог я этот привез в Батуми. И что характерно, значит, приехал я в Батуми, она сказала, я тоже в Батумской, говорит. И мы с вами там приедем. И сказала, где надо, ребят. Я вышел в городе Батуми, грузинского языка не знаю, попал на встречу с такой грузин, уже лет, наверное, ему 80, 70, больше даже. И я ему говорю, дядя, дядя, как мне найти малиходку? Он говорит, малиходку? Пойдешь, сынок, пойдешь, бичико, по-грузински, бичико, пойдешь прямо, потом еще прямо, потом еще прямо, потом направо, потом пойдешь прямо, и там твоя пароходка. Я говорю, мореходка. Мороходка, там твоя мореходка. Пришел я в эту мореходку. Прошел я в эту мореходку. Там, значит, нас поселили в спортзал. Человек, наверное, было 250. В одном квадзавале двухъярусные койки. На койках были только одни сетки и матрас. Ни подушек, ни простыней, ничего не было. И мы начали сдавать экзамены. По Конституции первый экзамен начальник мореходки Яков Александрович Аганезов принимал. Попал вопрос, права женщины и мужчины. Ну, тут я все это раскрыл. Он говорит, отлично. Потом у меня принимал математику Миночан. Спрашивал там по арифметике, сложил все. Сложил, слушай, а хорошо, отлично. Русский язык. Хорошо. Короче говоря, все экзамены сдал. Сдал приказы зачитывания. Да, но когда я оказался в Батуми, жарко же там, температура, наверное, 30 с лишним. Я думаю, что-то по мне течет. Оказывается, моя дорогая мамочка, царство небесное, она эту шинель армейскую покрасила ничем-нибудь, а сажей. Не было красной. И сажа потекла. У меня брюки снова стали серые. И я, ну, черные ноги, елки-палки, пришел я в этих черных, полусерых штанах туда. Значит, вот. Там мне ребята какие-то спортивные костюмы дали, брюки. Ну, вынесли, кусанты уже. Вот. Ну, и сдали экзамены. И пять лет я там, значит, учился. И пять лет мы ровно в девять утра настроили и поднимали красный советский флаг. И всем смирно флаг поднять. А потом рындой ударяют. Девять часов. Потом на занятия шагом марш. И мы расходились по занятиям. Входил преподаватель. Мы вставали, приветствовали. И я начал изучать грузинский язык. То есть там учительница пришла, Руслана Давидовна Микеладзе. Она говорит, я вас буду, мальчики, бичики, вас учить грузинскому языку. Хорошо. И, а произношение, я до сих пор помню. Фуэнк, Катволь, Хар, Радына, Убежо, Галмадзёва, Генк, Фалли, Ца, Мода, Мода, Калакши, Мини, Мини. Трудно было как-то переходить. И у нас не получилось. Она, значит, берет указку. И меня указка по голове. Слушай, бичико. Им, говорю, великий Сталин, им хотел говорить великий Ленин, но умер. Умер. Великий Ленин. Ну, короче говоря, я уже... А там ребята грузины обучали, так сказать, грузинскому языку. И в течение двух лет я подохватался грузинскому. Но самое трагическое было в том, что это был где-то в 1953 год, сбросили с постамента памяти к Сталину. В 1953 году Сталин ушел. Вся мореходка, четыре роты, по сто человек рота, пошли без всякого разрешения, без козырки суда. С опущенными головами к памятнику. Так, как сейчас. Это ваша фотография? Да, точно моя фотография. Это в каком возрасте? Я кончил морской... Мне 20 лет здесь. Вот такой красавец был. Да вы и сейчас? Да. Уверенно. Ну а это... Значит, отучился. А потом служили, послали на учебно-парусное судно товарища. Паруса натягивают. Паруса... Он должен был идти, значит, туда, в район Китая. Индии, Китая. Ну, я паруса отягал как только мог. Швабру драйвил. Этот самый звонок тоже чистил, так сказать, машинное отделение тоже, потому что я механик судовой был. Перед самым рейсом, уже должен идти в рейс, меня снимают. Оказывается, туда идет вместо меня сынок какого-то секретаря обком партии Одесса. Учился в высшей малиходке и его туда засунули тоже. Меня сняли. Ну, кому докажешь, никому не докажешь. Значит, на этом мое путешествие на паруснике закончено. Ну, зато я уже потом практику проходил на таком судне, как Иосиф Сталин. У меня даже есть фотографии. Мы ходили на нем и в Болгарию, и в Турцию ходили. И входили мы, так сказать, и в другие страны. То есть нормально шло. Ну, когда я окончил малиходку в 1956 году, меня направили в Севастополь. Только что я прибыл в Севастополь. И там поселили нас, значит, бухта Инкерман. На берегу Инкермана нас поселили в казарме. Ну, казарма, я хочу сказать, была подземная еще, послевоенная. Там тоже были койки, человек 100, наверное, в этих казармах мы были. Вот. И далее самое обидное было то, что нас в 1956 году переедели из морской формы в армейскую. Фотографии есть до сих пор. И нас погрузили на автомобили и повезли на аэродром в Венгрию. В 1956 год. В Венгрию. Ну, а что мы на? Лет по 19. Мы как раз солдаты обучены. Мы даже задавали, что едем туда. Довезли до аэродрома. Почему-то нас не погрузили. Отправили обратно. Ну, ладно, обратно-как обратно. Послужил я в Севастополе. И распределение получил для службы дальнейшей в Одессу. В Одессе маме я прожил, где-то года четыре. Много стран повидел. Был я и в Тунисе. Был я и в Алжире. Был я и на Красном море. Был я и на Суэцком канале. И участвовал при разминировании Суэцкого канала. А получилась очень интересная ситуация. Когда англичане с французами ушли и оставили Суэцкий канал, то англичане заминировали все 100 километров Суэцкого канала. И наша задача была заняться разминированием. Мы не наши. Мы просто курсанты, практик там проходили. Там уже были военные на этих судах. И по этому Суэцкому каналу проходили суда. Интересная штука. Идет одно судно нормально, второе судно нормально, третье, пятое взрывается. А потом десятое. А потом восьмое. И они, видимо, так заделали. И как решили. Военные специалисты прибыли. Когда этими приборами, что мина лежит, и мина начинает всплывать. Она всплывает и по судну, как до чих пор помню, это самые рожки, вот эти шуршат. Где-то она. Да. Ё-моё. И нам команда. За борт. И чтобы она не ударила борт, мы руками обтягивали эту мину. Судно проходило. А там пушка стояла. Метров, наверное, ну там 20-30. Пушка раз выстрел. Или пулемет крупнокалиберный. Мина взрывалась. И вот таким образом формировалась, как говорится, моя юность в сложных условиях, когда-то в Сайдсуэрский канал. Ну а в дальнейшем у меня, значит, уже не то, что надоело плавать. Самое интересное у меня было плавание. Вокруг Европы мы знали плавучий док в Мурманск. Вокруг Европы в Мурманск. Три с половиной месяца я на доке был. Механиком был. Там мотор стоял, электричество долол. Меня туда загнали, как механика. А док, представляешь, для ремонта судового. Его так бросает, особенно в Бискайском заливе. И там раз, где вода для охлаждения мотора поступала, туда воздух засасывал. И мотор мог перегореть. Я долго думал, я все сидел, я его щупал. А потом, потом придумал. Я сел с пятой точкой на мотор. Детик только меня это самое подогревает. Все. Я, значит, даю команду, говорю, ребята. Как датчик. Как датчик. Вот так вот, а тут ничего не видно. Ладно. Как бы то ни было, подошли мы к берегам. Мы прошли тогда Гибралтор, все нормально. Подошли уже туда, к Англии. Нас по этим местным проливам англичане не пускают. Потому что док почти 100 метров. Буксир, стальниц, кстати, был буксир. Буксир метров, наверное, по 150. И сзади, нет, сзади буксир шел. А впереди Академик Крылов. Где-то вот такие стальные тросы. И вот эта кавалькада была где-то, ну, более чем на километр. Но нас англичане, конечно, не пустили. Тогда мы пошли туда, отгибать Англию, Форельским островам. Ох, какой холод там был. Что там только не было. И мы ушанки одевали. И мы, так сказать... Зато двигатель меньше грелся. Да. Но с того, что характерно, у нас там был один украинец такой, ну, хохол настоящий такой. Ну, не то, что он скупой. Значит, он решил подзаработать в Мурманске. И взял два мешка этих апельсин и мандарин. Кто-то там изучил, что у него есть мандарины. Главный предприниматель. Да, слушай. Ну, так как с Коком мы нашли, Кок, который готовит общий язык, вот, и мы договорились там, ребята некоторые, я там был соучастником просто уже потом. Значит, Кок давал картошку, ребята развязывали мешок, брали апельсинами, мандарин, туда картошку. И вот так, за три месяца, он в Мурманск привез, значит, вот картошку. Как-то уже ценный продукт. Так что вот, ну, когда, значит, в Мурманске на берегу мы вышли, ну, три месяца в рейсе, вы представляете, ну, с чего качаться. Как будто вот земля качалась, наверное, часа два. Ну вот, оттуда из Мурманска мы поездом погрузились, прибыли в Одессу. Ну, в Одессе я еще послужил там, и побыл, и в Египте, и в Абжире, и самое главное, удивительно, в Израиле. Хорошо, Израиль, так Израиль, нам все равно в какую. Мы должны было в бункер получить воду. Те дали согласие. Капитан сказал, едем, идем. Хорошо, идем. Мы подходим, сбрасываем эти концы туда, и на эти дамбы, забрасывает наш фортурик. И перед нами выстроилось, наверное, человек 30 евреев вот этих с этими... Писаками. Писаками, так. В этих типах. В типах. Человек 30. Правильнее, может. Да, да, мы так обрадовывающих приветствам, здравия желаем, так сказать, все высыпали на борщи, так похорошили мы там, надели, надели, что нас спустят на берег, может быть. И что? Так, неудобно перед детям сказать, но я все расскажу. Они поворачиваются к нам спиной, нагибаются, и пятую точку в голову показывают нам. Семь, все 30 человек. Почему? Потому что в ту пору мы не выпускали евреев из Советского Союза. И они нам просто этим самым решили отомстить. И нас на берег не пустили, воды не дали. Мы уже потом пошли в другой порт, в Ливан, что ли, мы подошли. Вот такая встреча была, юность. Ну, а потом я поступил в Московский инженерно-финический институт. И при окончании института приходит один очень симпатичный полковник Виктор Иванович Стюменко. Меня вызывает декан Синицын в 62-м году. И говорит, слушай, студент, с тобой будет, говорит, тут беседовать один из Генштаба. Ну, так беседовать, что со мной стал беседовать. Откуда, отчего. Ну, я рассказал свои морские дела, рассказал, откуда я родился. И как так. И он говорит, что не хотели ли вы послужить в Министерстве обороны? Не сказал, куда. Ну, я говорю, ну, что ж, если родина прочь, почему бы нет? Ну, тогда, говорит, договорили. Он меня пытал и так, и так. Ну, договорились. Договорились. Скоро, говорит, вы получите повестку. Через две недели приходит повестка. Явится военкомат, Московский центральный. Я прихожу в военкомат, там, значит, уже сидит молодой майор, на груди у него значок моей, Московского авиационного института. Сяков. Интересно. Он, в конечном счете, говорит о том, что вам придется служить в Генштабе, а в каких родах войск, он не сказал. Какую форму носить? Он говорит, ну, форму вам оплеят. И мы, когда оказался, я уже туда пришел, значит, там пришли ребята из ВИФИ, из физтеха, из Бауманского училища, авиационного института, экономико-статистического, как правило, физики, математики и прочее-прочее. Очень талантливые ребята. Команду. Команду собрали, как раз тогда формировалась спецслужба наша. А задача у нас была очень сложная. Нам поступала информация со всех мест по радиоканалам, от военных атташе, от нелегальной разведки, от легальной разведки, от агентов, от жуликов, от предателей, от отсюда. Она поступала к нам, приходила в шифрованном виде. И нам надо было это дело в чем? Вот мы тут использовали. Обрамат, это типа аналитийского центра, да? Да, да, да. Мы тут использовали эту математику, и поэтому, так сказать, работали здорово. Я работал по двум разведкам. Моссад, израильская разведка, военная разведка Моссад, и арабская разведка Бухабарат. Поэтому меня вызывает генерал и говорит, ты обязан в ближайшее время изучить два языка. И еврейский, и еврейский. Я не знал, что еврейский. Ну что ж, я говорю, есть, товарищ генерал. А генерал был татарин, юсор, командующий военной разведкой Закавказского военного округа. Хороший мужик татарин. Я, значит, долго думал, я был товарищ генерал, а почему начать? Ну, ты же развившись, ты и начинаешь. Я обнаружил, что в центре, на улице Архипова, есть синагога. И через друзей я узнал, что те ребята молодые, которые хотят уехать за рубеж в Америку или в Израиль, они натихаля там проникают, изучают язык иврит. Я туда проникаю под именем Ильи Райтберга и объясняю. В книжке у меня все написано, в вымысле реальность. Книга закачана на сайте, можете скачать. Я и говорил, вы знаете, извините, вот я хочу уехать на прородину своих предков. Меня туда не пускают, потому что языка не знаем. Можно ли учить язык? Ну, они ведь так меня пытали, и так пытали, и так пытали, и так пытали. Разрешили. Преподавал, пришел Рубинштейн Абрам Иосифович. Такой обычный еврейчик, толстенький, аккуратный, воспитанный. Начали изучать иврит. Хорошо, изучаю. Потом подходят ребята и говорят, слушай, Илья, сходим в баньку. А мне генерал сказал, если какие-то там будут непонятные для тебя предложения, присоветуйся со мной. Я прямо, я говорю, да я что-то сегодня плохо чувствую, давайте следующий раз. Пошел в генерал-газу. Он мне говорит, а ты обрезанный? Я говорю, не понял. Обрезанный. Оказывается, мусульмане уже все обрезаны. И он тоже. Я говорю, ничего не обрезанный. Нормально, говорю, все, живот нормально, все. Ну, объясним ему пальцах. Они говорят, хотят тебя проверить, обрезанный или не обрезанный. Ну, я тысячи причин потом придумал еще одну причину, что говорю, ребят, не могу, потому что меня берут на военные сборы. И принес любую справку. Илья такой-то, значит, отправляться на мечтные военные сборы. Ну, я нашел второй путь. Значит, изучать язык в институте восточных языков. Дик Климаков когда-то учил арабский язык. Он учился в разные годы, так, Рейдин Климаков. И что характерно, еду я в этот университет, в МГУ. В метро вхожу в вагон. Из вагона выходит Крубинштейн, Абрам Иванович. Он говорит, хавер, екар, Пушкарев, хавер, товарищ екар, дорогой, не ивритель. Я ему говорю, Абрам Иванович, вы ошиблись. Генерал докладываю. Говорю, вот такая встреча. Все, говорит. Пойдешь учить язык в военный институт иностранных языков. Там открыли группу. И что ты думаешь? Я поехал туда, конечно. А преподавателя гоняли Абрам Ивановича. Он говорит, екар, хавер. И фамилия-то другая, елки-палки. Да я говорю, Абрам Иванович, ну вот так вот получилось, что он такой, может быть, понятливый. Он сказал, что говорит, я хотел уехать в Америку в какие-то года, говорит, там, 50-х годах. Говорит, заболел и на трапе температура поднялась. Говорит. Не судьба. И не уехал. Все, говорит, там остались, меня не пустили. А сейчас, говорит, вам преподаю иврит. Ну, летящий, у меня даже сохранились его учебные посуды, даже отцельник, который он там не ставит, начинал с двоих ставить. Ну, справа налево. Можем полегать? Нет, она закрыта. Вот, смотри. Здесь все про разведку. Спецназ, так сказать, вот. Вот. Моссад. Вот они, по Моссаду, все книжки. По Моссаду есть у меня. Ну, и здесь, так сказать, везде бизнес-разведка, евреев, КГБ, операция Адлер, нелегал за океаном, ГРУ и атомная бомба. Пожалуйста. Истоки шифровального дела. Вот. Невидимое оружие ГРУ, научно-техническое разведка, бриллиант в короне ЦРУ, так сказать, вот здесь, агенты Коминтерна, Россия и Китай, нелегал за океаном, да, я там работал, спецфрау, из ГРУ. Вот все. Вот это все у меня про военную разведку. Вот, вмечено книги. Вот здесь. Вот даже есть книга. Женское лицо разведки. Интересно, так сказать, вот книжки. Вот книга. Агентурная актричка. Трианон. Трианон. Это что? Это Гладков Теодор. Король нелегалов. Видите, какие книжки. Это у меня что? Война разведок. Тайная операция спецслуг в Германии. Да, Николай Федорович, большую работу вы проделали. Вот смотрите, лифт в разведку. Король нелегалов Александр Коротков. Советская разведка в Китае. Это что? Свои чужие интриги разведки. Дзержинский еще здесь. Вот шикарная книга. Евреев КГБ. Вадим Абрамов. Абрамов. Все. Нет, кстати, вот Иуда из Ясенева. Далее. Нелегаловый океаном. Малыш особенно не падает. Последнюю покажу я технику. Вот здесь, смотри. Олег Гордеевский. Разведывательная операция от Ленина до Горбачева. Вот здесь у меня очень много интересных книжек, которые, так сказать, богатые, богатые. И библиотека вообще вот такая большая. А потом я уже подключился и к арабскому языку. И в разведке я был довольно уважаемый человек, потому что информация, поступающая с арабских стран и из Израиля, не ничьи, не. я по уши был там привязан. по крайней мере, служил честно, служил хорошо. Потом меня выделили из чьих кафедререй комитета комсомола групп главного разведуправления. И нам очень молодежь нам запрещалось вести профессиональные разговоры военно-вотовольственная разведка, военно-морская разведка, военно-космическая разведка, дипломатическая разведка, потом, значит, военный этаж молодежь. Мы могли только с ними беседовать о житейских темах. Нам запрещалось. По комсомольски. Да, по комсомольски. Ну, скоро мы создали у Интитута Хурчата кафе Экспром, где мы собирались там все разведчики с женами, с невестами и тоже вели такие беседы ни о чем другом. Был у нас еще интернат на метро «Динамо». Там были ребятки, у которых родители за рубежом были по военной разведке. И наша задача была их обучать работать на передачах, ну, как там уже старшие офицеры. А там пацаны были и 12 лет в интернате, и 14 лет и все. И мы там туда их почищали, как бы опекали, как бы их готовили в этом отношении. Ну, а так получилось, что военную разведку я до сих пор вспоминаю. Я впоследствии опубликовал ряд книг. Первая книга «Специальная служба военной разведки». Значит, «Гру. Вымыслия и реаль». Она называется. Вторая книга у меня вышла «Гру. Дела и судьбы». Третья книга «Гру. Мифы и легенды». И вот четвертая, сейчас, не даст Бог, я вот найду, кто поможет мне с деньгами, называется «Гру. Герои и предатели». Я у меня по одному экземпляру, я вам покажу эти книжки, вот сейчас достану, принесу, просто чтобы на экране они как-то звучат. «Гру. Вымыслия и реальность». «Специальная служба военной разведки». Вышла на 2004-м году. Вот оборот. Вот обо мне данные. Вот орден военной разведки. Это первая книга. Кстати, за нее схлопотал уголовное дело. Потому что, хотя у меня было разрешение командира, но рукопись в издательстве потеряли, где печать стояла. Ну и там они меня приобщили каким-то делам. Далее, вот интересно книга, «Гру. дела и судьбы». Вот оборот. Военная разведка становлением деятельности результаты и судьбы Йосфа Тумиры. Кому-то я дарил. «Ветеран военной разведки». У меня даже фотографии есть. Вот «Квачкова». Я решил сейчас немножко приподнять. Это мои друзья, это мой начальник и вышел генерал. Так что здесь вот. Книга хорошая. Малый тираж правда вышел, но что сделаешь. Вот начальник «Гру» Ива Шухин. Видишь какой генерал. Далее здесь очень интересный. Может придут времена когда перезадут эти книги. мои друзья, это Мамсуров, это все разведчики. их. Вот Петерин приезжал на встречу с военной разведки. А вот я в военном институте иностранных языков. Вот это с арабской кафедры. Это Мамсуров. Майбуро. Он учил меня арабскому языку. Я пришел как раз на юбилей туда и с ними подружился. Так что у меня есть возможность с кем встретиться. Вот все это ребята с военного института. И вот еще книжка называется. Она вышла кстати в каком году? она вышла в 2013 году. И вот книжка последняя называется Гру мифы-легенды. Политический бестселлер. Летучая мышь. Вот уже тут я. Значит она вышла значит в 2012 году. И не где-нибудь а военный датчик. Это зарубежные операции военных разведывательных организаций мира. Ну например если отговорение посмотреть то здесь оно очень интересно звучит. Первая была часть воина мира. Вторая часть солдат удачи. Третья часть воина мира начинает работать. Четвертая разведка докладывает точно. Пятая агенты влияния. Шестая воинство Христово. Седьмая воина Аллаха. Восьмая желтая дракона. Девятая черные ягуары. Десятая битар. Одиннадцатая самураи японцы. Двенадцатая стража исламской революции. И тринадцатая русские витязи выступают за русский мировой порядок. И последняя четырнадцатая Великая империя зла под прицелом кителя Аллаха. Вот это военный датчик отбудыш. Да небольшой датчик. Но беда в том, что когда был Сердюков министром обороны надо же так случиться, что книжка как раз вышла и здание продали Сердюков продал здание с моим кишками. Я только сумел уволочь экземпляров 30-х. А там был хороший тираж. И доказать ничего не могу. И меня туда не пускали ничего. Ну просто кто-то решил продать. Ну по крайней мере вот я сейчас пишу четвертую книгу называться групп герои и предатели. Ну они в электронном варианте все равно эти видео имеются. Они у меня закачаны на сайте. Все можно скачать поэтому сайт генерал 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 телепаутина точка ру подарки военному разведчику большая коллекция тут вот саперная боевая лопата боевой топорик да кто-то один нож уловил не знаю кто-то не уловил вот видите как все вот правопорядка так а наоборот осторожно верой и правдой вот такой вот лично награждение получил официально от командира большая честь порадовал я вас всем да вот эта жена сейчас за небес научилась чтобы немножко да в Германии такие продавались вот такие ножи видите а этот откуда а я уже не помню вот эти эти ножи например мне кто-то военный дарили эти дарили в Средней Азии у нас там были свои отделения в Средней Азии вот видите это тоже откуда вот какой-то нож красивый много много тут топорики главный каждый содержит память да 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 это у меня моё частное агентство скайф есть тут отнеси маня отнеси брату как мы передадим так что в этом плане в этом плане вот все мои удостоверения здесь да целый глубоко подостоверение а что вот например прочитай что тут написано Российская Федерация Главное Управление СКР генерал-лейтенант Пушкарёв Николай Федосей с начальником Главного Управления Внешней Разведки Союз Казаков России вот так все это прочитали генеральная служба безопасности региональная общественная организация ветеранов органов государственной безопасности с удостоверения фонд ветеранов Пушкарёв Николай Федосеевич консультант вот так вот а третье что там написано значит посмотрим агентство конкурентной разведки и экономической безопасности паутина генерал-майор Пушкарёв Николай Федосеевич генеральный директор а вот это что удостоверение почётного гражданина Зуевского района Кировской области решением Зуевской районной думы от 18 сентября 2007 года номер 10 дробь 24 Пушкарёв Николай Федосеевич присвоено звание почётный гражданин Зуевского района вот так вот глава района Путергин я сейчас создаю там в Зуевском районе музей военной разведки ну что детей как-то школьники я там учился они будут туда ходить материалы уже там учили я там фотографии хорошие послал и свою деревеньку и свою мореходку и фотографии моих начальников по военной разведке рамочки сделал всё как положено так что вот они там выделяют где-то комнату в районном музее и малыши будут ходить потому что мне когда позвонил глава администрации вот Зуевского района он сказал молодёжь ничего не делают дети начинают гулять пьянство и говорят ну ничего не делают ну что-то надо а можете рассказать какие-то эпизоды из своей служебной деятельности может быть которые вот интересно было бы молодым как раз послушать чтобы они на вашем примере провели интерес возможно вообще к военной службе вообще к защите государства патриотизму какие-то вот на ваш взгляд ну эпизодов было достаточно много за военную службу военной разведке выезжали может какие-то служебные командировки да да ну к сожалению я не могу вещи некоторые раскрывать даже как говорится и дело прошлое но все равно разведка есть разведка и желательно о ней говорить по возможности меньше просто общественно такая нагрузка была командировки были вот мои коллеги расскажу когда шла арабо-израильская война шестьдесят седьмом по моему году то там была наша разведывательная разведывательный корабль и там были мои друзья Женя Шалёв Миша Шуленко Женя Шалёв кончил школу ФГБ Миша Шуленко МИФИ кончал там еще один не назову его он еще стоит до сих пор и Сергей Самосудов все они владели ивритом иврит они изучали в институте в министерстве иностранных дел там специальные форексы были они принимали там участие и что характерно мои друзья по военному университету летали на военных наших самолетах вместе с аранжами перевозчиками и как они докладывали и говорили что арабы как правило ну не очень смелые были долетали до границы Израиля сбрасывали бомбу и уходили назад начали совместные а там была наша двадцатитысячная армия в Египте вот и пришли к какому заключению значит приковывали их к цепью арабов летчиков рядом садили русского перевозчика с арабского языка и давали ему приказ именно борьбы в том месте где это положено вот эти эпизоды конечно я не раскрывал еще эпизод один как говорится ну будем говорить были свидетелями мои друзья пошла атака еврейских женщин на арабские позиции в чем она заключалась наверное помните были такие так называемые сапоги чулки да вот они шли сапога в чулках все белоревцы еврей все без этих бюстгальтеров и мало того с распущенными голосами и без ну без блюх будем говорить без трусиков ничего себе они шли атака да два батальона батальон сколько человек 400 где-то у них на борту были автоматы вот такие небольшие которые танковые экипажи вооружали и они значит шли в открытую и пошли в атаку за два часа за час до захода солнца заметьте садят до захода солнца как раз и и кричат Ахмед Мамед I love you выгляни а там призывались как правило верующие мусульмане они Коран хорошо знали в Коране было записано до захода солнца на голову женщину не смотреть и он даже на свою жену не мог смотреть до захода солнца и вот они пошли за час до захода солнца голые и когда Ахмед выглядывает он в обморок падает они раз с автоматом и цепью прошли это у меня кстати в книге тоже записано церковь прошли обе позиции и так они вот это такие эпизоды которые запомнились мне и моим друзьям которые были ну были у нас к сожалению и трагические случаи приехали в Алжир пять наших разведчиков из них три военных разведчика и две женщины думаю что они были тоже с СГБ или были вольнонаемные женщины наши они приехали в Алжир пошли на берег моря в кафешку взять выпить кофе отметить свой приезд ну что снайперы сняли всех пятерых всех это был я не совру отметили наверное шестьдесят седьмой шестьдесят восьмой год всех пятерых серьезнее надо быть в таких местах и всем сообщили о том что погибли при выполнении служебных обязанностей уже спустя годы десятилетия вся эта картина раскрылась даже командиры наши не сообщилось там в этом сайте тем более ГУРУ опекали специально по определению от КГБ и они кстати я службу проходил на территории военного университета теперь там петровские казармы были и в одной из казарм мы так сказать военный университет министерство обороны Российской Федерации да сейчас назывался военный университет а раньше военный институт иностранных языков и там наша спецслужба как раз и находилась и что характерно первая электронная машина которую нам завезли была машина Урал вот наверно до потолка ламповая и я как сейчас помню по лестнице забирался и прокладывал вот эти самые линии питания ламповая потом по заказу нам 844 ящик из центра Москвы изготовили другую машину снег она уже была более компактная ну а потом уже стали появляться другие технические средства и у нас массу появилось подразделений которые работали на европейских языках на арабских языках если не ошибаюсь я думаю где-то наверное около полусотни человек владело полусотни языков разных отлично мощная структура да и что характерно американцы в свое время разыскали какое-то племя пупуасов я не знаю которые которые могли говорить но не имели письменности и начала нам поступать информация текстовая информация и никак мы ее не могли потом потом уже наша агентура доложила что это племя папуасов американцы их перетащили себе на слову в ЦРУ кормили их и они им надиктовали те американцы им говорили они вот такие эпизоды которые ни в одном архиве вы не найдете ни в одной фишке не найдете ну а когда уже распался Советский Союз то одно скажу что настолько офицеры ГРУ были преданы все выходили в военной форме мы не имели права знакомиться с кем бы то ни было с иностранцами особенно если даже познакомились то должны были доложить письменном в виде канонпера и был один случай со мной за столом сидел Курпенин Витька хороший парень очень он а наша часть располагалась у метрофрунзе там в казанах как раз находились там где метрофрунзе там буквально хватит он вышел оттуда со службой где-то часов шесть идет по по правой по правой по правой стороне к метро от фрунзе парку культуры подъезжает машина и девушка пипик ему он оглядывается она говорит молодой человек вы не подскажете как не проехать на садовое кольцо он говорит да вот так прямо вот тут недалеко рядом она говорит ну а может вы сядете покажете нет он открывает дверцу и спрашивает ее а вы кто по национальности я из Прибалкин из Томка сел в машину наутро приходит там два спеца из КГБ его уже ждут в его кабинете при каких обстоятельствах вы познакомились с агентом американской разведки окажется она не из Прибалкин за ней уже на хвосте сидели ребята следили за ней и поплотился по пустякам по мешанию его просто приказом откомандировали служить в Хабаровск вот я говорю вот так настолько жестко подходили там садового кольца не будет да уехал в Хабаровск а другой решил пошарить там с какой-то девушкой у нас в части была она в секретаре работала ну пошарил так близко плотно кому-то стало таком неизвестно и куда его отправили Бог Владивосток Саша Киселёв тоже нафиг кончал так что жесткая была система и ребята формировались и поэтому я и поставил свою цель построить часовню православную посвященную военно-разведывательному драму святого апостола Петра а Пётр Иванович Ивашугин был тридцать лет моим начальником военной разведки единственный в мире человек который практически тридцать лет стоял во главе военно-разведки он еще начинал службу СМЕРШи сдали СМЕРШи мы с тобой были на авиумахлаве так что вот такая судьба и такие дела что вы бы хотели пожелать в заключении зрителям нашего канала молодым людям молодому подрастающему поколению чтобы молодежь как-то больше читала в книге о военной разведке и о людях кто служил в спецслужбах и вообще родине служил и знал что Россия это одна это родина как сказал Путин я люблю Россию я живу в России я живу для России и ни для кого больше поэтому не ищите нигде лучше нет как в нашей России потому что Россия она выдерживала очень много войн и из всех войн выходила победителя и сейчас я думаю что не взирая на санкции мы можем выйти победителя до конца не 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 Продолжение следует...